Так, сейчас, в всякий случай, чат вытащу, если будут какие-то вопросы. Так, можно уже начинать, да? Да-да. Итак, всем привет. Меня зовут Вероника Голубева. Я работаю в Сбербанке дата-инженером, дата-аналитиком. И по совместительству провожу на образовательной платформе вебинары по дата-сайенс. И сегодня я проведу вебинар по основе дата-сайенс. Сегодня, скажем так, такой вводный урок. И как раз в конце этого урока мы с вами обучим модель. У нас будет первая пробная модель машинного обучения. Для начала хотелось бы разобраться, ну, как рассказать о том, кто все-таки такой дата-сайентист. Дата-сайентист — это специалист на стыке нескольких дисциплин стоящий. Он одинаково должен хорошо разбираться в математике, компьютерных науках и знаниям предметной области. Что я имею в виду, именно что нельзя представить себе дата-сайентиста, который не разбирается в математике. Он должен хорошо делать всякие статистические исследования и, соответственно, строить модели машинного обучения. Знание предметной области поможет как раз в статистических исследованиях, в генерировании свечей, в оттачивании моделей именно под определенную задачу. Ну, и, соответственно, компьютерные науки — это непосредственно инструмент, основной инструмент — это Python, который мы сегодня будем с вами разбирать. Да, я рассчитываю на то, что все сегодня уже знакомы в Python. Моя презентация, ну и, соответственно, я все сделала в Epitur ноутбуке, чтобы у нас были одновременно визуальные подкрепления картинки и код, чтобы сразу вам все показать. Вот. Чем же занимаются дата-инженер и дата-сайентист? Чем изучаются все три профессии? Попробую сейчас вам объяснить. Дата-аналитик, он больше по анализированию данных, он проводит АБ-тестирование, он строит какие-то графики. Например, у нас есть, ну, например, наша команда занимается разработкой чат-бота или голосового помощника. А дата-аналитик, он любые бизнес-изменения, например, мы добавили новую фичу или что-то еще именно в нашу разработку, дата-аналитик может проанализировать на основе данных, которые были до того, как мы ввели эту фичу, или после того, как мы ввели эту фичу, на какие-то основные наши показатели, например, наш показатель количества увлеченных пользователей или количество пользователей, которые купил товар с помощью нашего чат-бота. В общем, дата-аналитик как раз опирается на ключевые метрики, метрики качества нашего бизнеса. И именно, ну, как бы, и он рассчитывает, грубо говоря, насколько лучше стало в приведении этой фичи. Ну, это условный пример, скажем так. Короче, аналитик, он анализирует данные. Вот, дата-инженер. Чем занимается дата-инженер? У нас данные вообще могут находиться в абсолютно разных системах. Например, у нас есть какая-то база данных, куда заливается, например, мы не генерируем данные для нашего приложения или для нашего чат-бота, а это поставляет нам соседняя команда. Она делает это, не знаю, на Оракловой базе где-то. Другая команда передает нам данные, хранит вообще все данные у нас в Хадупе, и нам нужно это каким-то образом все преобразовать. А у нас вообще какой-нибудь MS SQL сервер, ну, я утрирую, конечно, но вполне такая, возможно, может быть такая ситуация, что у нас реально данные лежат вообще в разных-разных местах, особенно это актуально для крупных, для крупного бизнеса, для крупных компаний, где не все делают там на коленке одно приложение, где очень много таких глобальных процессов, где все системы взаимодействуют друг с другом, и нередко такая история, что нет какого-то общего ресурса для хранения данных, да, и все используют то, ну, как что-то, какой-то legacy, свою вот систему, которая у них есть, у них есть там в планах, они могут переходить на что-то, на какую-то общую базу данных, но на данный момент нет. Так вот, дата-инженер, чем он занимается? Он, во-первых, он собирает эти данные из разных мест, скажем так, то есть он, если у нас все данные живут в базе данных на MS SQL сервере, он должен транспортировку данных обеспечить из одной системы в другую систему, и также дата-сайентист у нас по идее, ну, то есть я немножко к дата-сайентисту зайду, дата-сайентист — это немножко такой, скажем так, больше мыслитель, и ему нужны данные уже, ну, как бы в хорошей витрине, в хорошей табличке, то есть ему не нужно знать, где хранятся какие данные, там, не знаю, в каких табличках, как нам нужно собирать там это по всей базе данных, именно эти данные. Дата-сайентист получает уже готовую витрину данных, и дата-инженер занимается как раз этим, что он собирает все витринки, в нужный вид приводит, чтобы, ну, следить за качеством данных, следить за… даже какие-то фичи уже генерирует на своей стороне, например, ну, особенно это при разработке модели актуально, когда еще не знают, какие именно фичи нам понадобятся, он, может быть, что-то на своей стороне насчитывает и уже предоставляет в качестве готовой витрины для дата-сайентиста. А дата-сайентист что делает? Дата-сайентист, по сути, у нас обучает модели. Например, у нас… ну, сейчас такой банальный пример приведу. Например, нам нужно… наш дата-сайентист предсказывает там давать кредит или не давать кредит, да, то есть на основе полученных данных он обучает модель, такую черную коробочку, скажем так, пока что для нас, в которую передаются вновь поступающие данные, то есть, например, данные о каком-то пользователе или каком-то человеке, и модель выдает нам… стоит нам выдавать ему кредит или не стоит выдавать кредит. Ну, также, например, всякие… ну, также дата-сайентисты, я вот тут выделила, это работающие с NLP и с Computer Vision. Есть дата-сайентисты, которые работают с обработкой естественного языка. Это особенный, ну, как бы вид, скажем так, дата-сайентистов. Они должны именно уметь работать с текстом и строить текстовые модели. И также есть еще аналитики, например, тоже такого отдельного вида. Это аналитики, которые работают с текстом. Как раз на примере чат-бота. Это очень актуально, чат-ботов или каких-то классовых помощников и любой вот этой разновидности, где данные у нас поступают в текстовом виде. И уже мы работаем не только с численными данными, нам нужно каким-то образом, там, не знаю, допустим, кластеризовать тексты и разбить и понять, что еще нам говорят такого люди или пишут, что мы не понимаем. Это работа дата-аналитика. Но это вот тоже как бы такой, скажем так, специальный дата-аналитик, который почти что дата-сайентист, но он все-таки не строит. Он строит модели, но они служебные. Это не те, что вводятся на пром, которые у нас для того, чтобы выполнять какую-то бизнес-задачу. Они больше используются в качестве какого-то ресерча. Ну и компьютер-вижн — это когда, ну, то есть распознавание лиц, я не знаю, ну, я думаю, что все уже прекрасно все знают, там определить котик или собачка на картинке. Ну, короче, какие-то такие задачи. Это тоже делают отдельные специалисты. То есть, по сути, ну, как бы можно быть одним из них, и как бы всем сразу быть очень тяжело. Это уже приходит с опытом. Сегодня мы поговорим про классическое обучение. А именно мы поговорим про обучение с учителем. Я сейчас объясню. В общем, все машинное обучение делится на две группы условные. Это обучение с учителем и обучение без учителя. Обучение с учителем — это когда мы знаем метки класса, когда мы знаем, они же таргет, и сегодня эти слова будут повторяться. Это когда у нас есть датасет, например, давайте с тем же самым выдавать кредиты или нет. У нас есть уже база данных, где размечены старые какие-то клиенты нашего банка, которые брали кредит, и у нас есть значение о том, выдавали они кредит или... Ой, возвращали они кредит или не возвращали кредит? Возвращали или не возвращали? И мы берем это как раз за данные для обучения. То есть у нас есть по сути этот таргет, или у нас есть вот эта метка класса, скажем так, которая дает нам знание именно о том, что мы хотим предсказать. То есть мы... Ну, это еще, наверное, хорошо объясняется на примере того же... Ну, Computer Vision часто объясняют, например, нам нужно постоянно смотреть много котиков, картинок и с надписью, что это котик, и тогда мы научим модель понимать, что именно это котик. Вот, да. То есть нам нужно именно само по себе вот эту подпись, грубо говоря, что вот это котик. А без учителя — это когда у нас данные не размечены никак, у нас есть другие задачи, которые мы решаем. Например, вот кластеризация. Например, вот кластеризация текста. Я уже приводила этот пример сегодня. Это когда у нас есть куча неразмеченного текста, мы не знаем, что это вообще и как. И есть такое, например, в кластеризации текста есть такие модели, которые занимаются, скажем так, тематическим моделированием, которые, грубо говоря, разделяют текст в общую тему. И это задача кластеризации. То есть мы разделяем неразмеченный текст. У нас вот тут на картиночке это видно, то есть у нас ищутся такие объекты, которые по каким-то признакам сходятся. То есть модель таким образом и работает. И она говорит, вот это, в принципе, один класс. И уже, ну, как бы человек смотрит, допустим, на примере того же текста, мы смотрим, он объединил в один класс там, я не знаю, рыбок, собак и кошечек, и это у нас все класс домашние животные. Ну, какая-то такая история. Дальше задача с уменьшением размерности. Ну, я вам скажу сейчас, вот то, что я рассказываю про задачу, про обучение без учителя, это больше ознакомительный, такое вообще абсолютно ознакомительно говорю. Это если что-то непонятно, пока что это, ну, как бы оно должно быть непонятно пока что. Понижение размерности, это у нас сокращение количества фичей. Это когда у нас очень много, ну, допустим, датасет, на котором мы обучаемся, у нас есть, ну, у нас много фичей, и мы хотим там, и мы понимаем, что если мы там возьмем три фичи и совместим их в одну, то у нас это никак не повлияет на качество нашего обучения. Ну, мы намного сильнее сократим скорость обучения, мы сократим, ну, память для хранения, опять же. И, ну, как раз понижение размерности задачи, она как раз уменьшает, ну, вот задача, например, как раз уменьшение количества фичей. Вот, и задача ассоциации, вот, это наша задача рекомендации, это найти какие вещи, я часто ношу вместе, вот как на картинке написано, но по сути это, ну, банальная задача, найти, какие продукты чаще всего покупаются вместе, вот. Для обучения с учителем у нас есть такое жесткое разделение всех задач, это задача на классификацию и регрессию. Задача классификации, что из себя представляет? Задача классификации представляет из себя, когда у нас, ну, мы рассмотрим, сегодня мы рассматриваем бинарную классификацию, когда у нас классов всего два. Есть еще задачи множественной классификации, они, ну, о них вы потом прочитаете, когда уже какое-то понимание будет, вот, то есть это рассматривается прямо отдельно. Так вот, в случае бинарной классификации, допустим, у нас есть черные и белые носки, вот, и нам нужно их классифицировать, какие из них черные, какие из них белые. Или вот, как здесь нарисовано, там, отделить яблоки от груш, и то есть нам нужно построить, по сути, нам нужно построить такую разделяющую прямую, да, которая разделит их на два класса. И мы будем всегда говорить, все, что выше этой прямой, это яблоки, все, что ниже этой прямой, это груши. Вот, и задача регрессии. Это задача, например, определение стоимости дома, например, ну, кстати, кредитный скоринг, вот то, что выдавать, не выдавать кредит, это задача классификации. Задача регрессии, вот тут написано, разложи галстуки подлиннее. Я бы сказала, предскажи длину галстука, вот. Это когда у тебя значение, ну, когда тебе нужно предсказать именно значение. То есть, например, предсказать возраст человека, это, ну, то есть это регрессионная задача. А предсказать группу, возрастную группу человека, например, там, от 5 до 10, там, от 10 до 30, там, от 30 до 70, это уже задача классификации. Вот, то есть классификация, когда у нас разделение по классам, регрессия, это когда мы предсказываем именно значение. Вот, дальше. Дальше вот еще раз показываю, что из себя представляет задача классификации. Это вот разделение по классам и регрессии, когда, да, мы пытаемся вот эту прямую построить, максимально повторяющую вот эти значения. То есть мы предсказываем вот эти точечки, и наша модель строит прямую. И мы смотрим, насколько часто она у нас попадает вот в эти точечки. И в данном случае у нас прямая, она разделяет на классы. И мы говорим, все, что здесь, там, плюсики, все, что здесь, там, точечки. Вот, так и разделяется. Вот еще на картинке классический пример, как работает задача классификации. Если представить Гамера Симпсона в виде модели машинного обучения, то он просто… У нас на вход подаются данные, у нас есть модель, и она выдает, в зависимости от того, насколько она хорошо еще работает, конечно, правильное или неправильное значение. Вот. И вот еще одна картинка про то, как это все работает. Сначала мы в черный ящик засовываем тренировочные данные. Засовываем, хорошо сказала. Тренировочные данные. Дальше обучаем на этом основе нашу модель. А дальше в этот черный ящик все время поступают новые данные, и наши предсказания выдаются. Вот. Ну, и вот как раз тут хорошенько расписано. Я, наверное, потом прикреплю этот ноутбук к занятию. То, что у нас машинное обучение представляет из себя черный ящик, что вводишь их, и миссия выполнена. Но на самом деле все по себе дата-сайентист, он как бы занимается не только этим, да. И у нас есть несколько этапов. Ну, тут они расписаны, я сейчас кратко расскажу, что имеется в виду. То, что у нас сначала собираются данные для машинного обучения. Также потом идет, нам нужно почистить данные. Например, мы понимаем, что, во-первых, у нас есть какие-то выбросы могут быть. Абсолютно аномальные данные. Опять же, человеческий фактор – это ошибка при заполнении, введении данных. Там, может быть, какие-то пропуски, еще что-то. Короче, куча-куча всяких возможных случаев. Ну, то есть, как бы возможность, при которых нам нужно чистить данные. Ну, вообще, в каких-то компаниях на себя берет часть этих функций data engineer, но чаще тоже нет. Ну, то есть, как бы, может быть, в компании вообще нет data engineer, и все равно data scientist это делает. Также чаще еще бывает так, что на 10 data scientist один data engineer, и все равно из-за того, что большая загруженность у data engineer, приходится заниматься data scientist самому всей очисткой, предобработкой и прочее. Вот. Дальше. Итак, у нас разделение. Это в зависимости от... Ну, в общем, в зависимости от задачи... Ладно, я дальше потом, наверное, вы узнаете потом про кросс-валидацию. То я, в общем, для того, чтобы обучить модель и корректно ее проверить, нам нужно разделить данные на тестовые и трейновые, на те, на которые мы обучаемся, и на те, на которых мы будем предсказания наши проверять. То есть проверять качество нашей модели. Если кратко... Ну, это я скажу кратко, дальше мы все это посмотрим обязательно. Вот. Дальше этап обучения. По сути, этап обучения — это подбор самой модели, выбор модели. Это дальше... Ну, на самом деле, тут очень... Это большой такой длительный процесс, но, по сути, наверное, во всей работе data scientist он занимает, наверное, процентов 5, наверное, потому что все остальные процессы занимают гораздо больше времени. Ну, это генерирование новых, наверное, каких-то фичей, это обучение моделей и проверка качества, соответственно, конкретно этой модели, подбор гиперпараметров — это такие основные настройки модели. И, да, и дальше оценка эффективности своего алгоритма. И потом оптимизация. Собственно, вот эти три процесса я сейчас описала, и они делаются по кругу до определенного успеха. Вот. Дальше. Сегодня мы рассмотрим задачу на примере задачи Титаника. Это, в общем, эта картинка говорит о том, что, если вы никогда не видели на сайте Kaggle, это сайт для data... Ну, как бы там выкладываются соревнования по data science. И одна из первых моделей, ой, на первых датасетов, на которых обучаются все новички — это Титаник. И мы сегодня тоже его не обойдем мимо. И смех этой картинки в том, что на самом деле уже эту задачу 3000 раз все решили, и она по предсказаниям, как раз полученным на этой задаче, это то, что мужчины из третьего класса тонут. На самом деле объяснение все очень-очень простое. Оно связано с тем, что тогда женщины детей сажали в лодке первыми, и чаще всего они выживали. А мужчины, которые менее обеспеченные, они вообще не попадали в лодки, и они чаще всего умирали. Поэтому, собственно, на этих факторах как раз и получилось найти зависимость модели, и поэтому лучшие модели предсказывают именно так. Сегодня, что мы делаем для начала? Мы импортируем библиотеки и загружаем наш датасет. Что из себя представляет датасет? Я приложила ссылку, но у меня даже открыто. На Кагле. Здесь можно посмотреть данные по этой задаче, что они все представляют. Здесь полное описание всех данных. Дальше есть ноутбуки. Это вообще лучший раздел на Кагле, где можно посмотреть, как эту задачу решали разные пользователи. И здесь можно смотреть по количеству лайков и всяких комментариев. И смотреть. Есть очень классные решения. Не конкретно даже по этой задачи говорю, а про все остальные задачки, датасеты, которые там выкладывают. Именно в процессе обучения это очень важный ресурс, где можно научиться. Там люди и аналитят данные, там люди и строят обучающие модели, и вообще всякие фичеры инжиниринг делают. В общем, очень полезно реально на этапе обучения смотреть, как это делают другие. Мы загрузили, да, датасет. Дальше смотрим первые пять строк. И что из себя представляет датасет? Это у нас ID пассажира, спасся или не спасся, класс пассажира, его имя, пол, возраст. Это наличие супругов, сестер, родственников каких-то. Это количество детей. Номер билета. Это что-то, по-моему, со стоимостью связано. Я не помню. Что-то с... Ну, в общем, потом можно посмотреть на сайте. Да, это номер кабины. И это порт. Ну, тоже, в общем, какая-то часть судна. Ну, в общем, по-моему, как-то так. Класс. Забыла слово. В общем, какая-то классификация места в зависимости, ну, то есть от нахождения на Титанике. Дальше мы посмотрим инфу в этом датасете. И мы смотрим. У нас всего 891 строка. И у нас есть возраст не у всех пассажиров. И у нас не у всех пассажиров известна кабина. Причем кабина у нас... Данных о кабине у нас всего 204. И у нас стоит вопрос. Первое, для того, чтобы... Ну, сейчас у нас мы рассматриваем процесс предобработки данных. И у нас стоит вопрос, что нам делать с этими данными. Нам либо каким-то образом заполнять эти пропуски, либо в нашем случае я бы просто избавилась от этого столбика. Потому что кабина, там какие-то хаотичные значения. Мы видим, что там C85, C1234, там еще что-то. Вряд ли из этих данных можно вынести какой-то смысл для себя. Ну, в первую очередь, вообще опираясь на то, что вы будете давать на обучение своей модели, нужно всегда помнить о логике, собственно, своей человеческой логике. И вы думаете, ну, нужна ли мне кабина, чтобы понять, вообще там выживают, с какой вероятностью вообще кабина влияет на процент выживания. Хотя, конечно, это вопрос тоже корреляции. И нужно смотреть обязательно, вообще строить графики всякие перед тем, как построить модель. У нас сегодня более-менее такой вводный урок, поэтому сегодня мы все будем делать быстро и просто. Вот, но вообще, ну, в общем, сегодня мы избавимся от кабины, и дальше мы еще избавимся от имени, от билета и от ID пассажира. Почему ID пассажира? Абсолютно никакой информации не ведет. Имя. Ну, если провести вас в какой-то текстовый анализ, то, возможно, какие-то мистеры будут, ну, понимая, что это мистер, мы будем понимать, что он умер. Но сегодня мы никак не будем с вами касаться обработки текста. И вообще, на самом деле, какие-то фичи пытались все-таки доставать из имени, но, ну, мне кажется, что, в принципе, основную фичу и можно из пола достать как раз о том, что у нас мужчины умирают, поэтому вряд ли там что-то можно даже найти. Ну, не для нас сегодня точно. Ну, номер билета, опять же, какое-то хаотичное число, непонятное какое. И так, ну, а номер пассажира, кабину мы с вами разобрали. Вот, дальше что? У нас есть категориальные переменные. Это пол, и как раз... Сейчас пытаюсь вспомнить слово, которое обозначает часть судна Титаника. В общем, пусть это будет... Давайте пусть это будет на сегодня класс. Ну, класс, я не знаю, я не помню точно определение этого параметра, но, да, это как порт или порт все-таки. Ну, ладно. В общем, да, это у нас категориальные переменные. Что это значит? Это значит, что у нас там есть несколько значений, и нам нужно их привести в численное значение, потому что в модель мы можем скармливать только численное значение или бинарное значение, ну, там 0,1, 0,1. И для этого применяется такой метод, как one-hot encoding. Это когда у нас все значения, все значения конкретного этого столба разворачиваются в таблице, и при принадлежности класса женщин у нас ставится единичка, а когда мы... Палуба... О, спасибо. Да, палуба, точно. Вот. И когда, ну, к мужчинам, то на параметре пол женщин у нас ставится 0, а на параметре пол мужчины ставится единичка. И то же самое с палубой. У нас есть три вида палубы, CQS, и в зависимости от принадлежности какой-то либо палубе у нас просто ставится единичка. Дальше что мы смотрим? Смотрим дальше нашу информацию о нашем датасете, и смотрим, у нас еще также не до конца заполнен возраст. Что мы сделаем с возрастом? С возрастом мы сегодня, мы с вами заполним банальный медианой, можно заполнять средний, и тут как раз и начинается работа датасайентиста. В чем? Вот смотрите, мы с вами сейчас заполним медианой, обучим модель, посмотрим качество, качество будет плохое, сегодня оно будет правда плохое, ну как бы среднее, можно лучше, скажем, можно намного лучше. И что делать дальше-то? А дальше менять, менять какие-то фичи, добавлять какие-то новые фичи. Например, возраст. Мы можем заполнить не просто медианный возраст, а допустим медианный возраст по полу, или, например, медианный возраст на этой палубе, на этом месте. Ну какие-то, в общем, как-то агрегировать данные и в зависимости от этого получить какую-то новую фичу. И уже задача датасайентиста как-то понять, какую лучше фичу применить в данном случае, ну или просто итеративно перебирать все и смотреть, на каких будет лучше работать модель. Ну так тоже можно делать. И поэтому в самом начале я еще говорила, что датасайентисту очень важно разбираться в бизнесе, непосредственно в котором он работает, ну собственно по той же самой причине, что нужно знать именно какие фичи генерировать, именно и понимать какую-то специфику, которая чаще всего именно и дает ответ на вопрос, какие фичи лучше использовать. Дальше что? Дальше мы... Ну очевидно, что если мы будем обучать нашу модель, нам нужно отделить значение таргета, оно же то, что спасся человек или не спасся, в отдельную переменную и удалить его из датасета. Теперь у нас есть голый датасет без таргета, где у нас есть значение о каждом пассажире, данные предобработаны, то есть сейчас их уже можно точно скормить модели, у нас нет нулов, у нас нет категориальных переменных. И дальше, ну и дальше что вообще из себя представляет машинное обучение? На самом деле оно представляет из себя ровно четыре строки. Первое – это мы импортируем модель машинного обучения. В данном случае мы из библиотеки Scalern логистическую регрессию импортируем. Мы объявляем, инициализируем модель, мы ее обучаем методом FIT, и методом PREDICT мы делаем предсказание. Все, у нас готовая модель. То есть у нас есть теперь предсказание в нашем PREDICT, и у нас есть реальный Y. Как нам теперь понять, что вообще у нас работает модель? Ну, вы поняли, да, что у нас за четыре строки мы сделали все машинное обучение, и нам нужно понять вообще, как она работает, вообще что. Поэтому для начала я прошу, предлагаю сравнить глазами, вот как там Y и PREDICT смотрим. Сравниваем. Ну, непонятно, да? Посмотрим сумму, ну, разницу сумм, сумму разниц. Короче, сколько у нас отличается предсказаний? Это 175, это вообще неплохой показатель, наверное. И давайте разберемся, есть ли вообще какой-то способ лучше сравнить. Хорошо мы построили модель, плохо мы построили модель. Для этого у нас существуют метрики машинного обучения. Но прежде чем мы с вами разберем метрики, мы еще разберемся как раз с разделением данных. Нам нужно разделить наши все данные на тест и трейн. Те данные, на которых мы будем обучаться, и на которых мы будем проверять качество нашей модели. То есть очевидно, что если мы будем обучаться, ну, смотреть на одну картинку, говорить, что она кошечка, и потом подавать только эту кошечку, мы будем всегда знать, что это кошечка. Но если она будет немножко другая, то, ну, как бы, мы уже, уже результат модели будет другой. То есть мы уже не можем сказать, что она ответит, и как раз на этих данных мы и проверяем ее качество. Для этого мы используем метод escalern train-test-split. Мы его импортируем и разделяем на данные. Мы передаем сюда наш датасет. Мы передаем сюда target. Мы указываем random state test size. Это размер теста. И random state – это для того, что у нас случайные данные всегда еще попадали в одно и то же, чтобы проверять. Ну, короче, всегда надо указывать random state для того, чтобы проверять на одних и тех же данных, как работает наша модель. Так. Разделили данные. У нас получилось 4 переменных теперь. Это x-train, x-test, y-train и y-test. Что из этого что? x-train – это наши люди, на которых мы будем обучаться. X-тест – это те люди, на которых мы будем тестировать. Y-train – это те метки людей, на которых мы будем обучаться. Умер, не умер, умер, не умер. И на тесте это те, на которых мы будем проверять, умер или не умер. Дальше мы повторим обучение нашей модели уже на трене. Мы снова переобучим модель нашу. На этот раз мы, в прошлый раз мы передавали туда весь датасет и весь таргет. Сейчас мы передаем только трейновые значения. Следовательно, дальше будем разговаривать с вами про метрики. Для того, чтобы разговаривать про метрики, нужно разобраться в true positive, false positive, false negative и true negative. Что это такое? Actual class – это наш реальный… Ну, давайте представим, что у нас тут P – это умер, N – это не умер. И мы предсказали – умер, не умер. True positive – это те люди, которые… Мы предсказали, что они умерли, и они умерли реально. Тут мы предсказали, что они не умерли, но они реально умерли. Это false negative. False positive – это те, кто умер у нас по предсказанию, но на самом деле они не умерли. Это false positive и true negative – это те, кто… Ну, мы предсказали, что они не умерли, и они не умерли. Очевидно, что нам нужно увеличивать вот эти значения и уменьшать вот эти. Вот еще одна картинка по поводу того, как вообще визуализируются у нас все эти показатели. И дальше мы переходим с вами к таким метрикам, как Precision и Recall. Сейчас сконцентрируйтесь на… Вообще сложно, конечно, наверное, так сконцентрироваться. Давайте сначала про accuracy поговорим, потому что у нас первая формула – это accuracy. Это, по сути, accuracy – это у нас доля правильных ответов. И, по сути, это у нас мы true positive и true negative делим на сумму всех значений. И дальше у нас… Ну, вот формула, как у нас считается Precision Recall. Я, наверное, не знаю, насколько важно это сейчас повторять или не важно это сейчас повторять, как они считаются. Скорее, мне кажется, важно объяснить, что это такое. Потому что у нас Recall – это полнота, а Precision – это точность. Например, давайте возьмем, что у нас задача подстреливать вражеские самолеты. И полнота у нас показывает, сколько из вражеских самолетов всего мы подстрелили. А точность говорит, сколько из подстрельных самолетов именно вражеские. То есть очевидно, что именно в этой задаче нам очень важна точность. Если мы будем просто подстреливать свои самолеты, то наша модель работает очень плохо, и мы потеряем. То есть баланс вот этих двух… В любой модели классификации именно важен баланс этих двух показателей. И именно в зависимости от того, какая у нас именно задача, мы можем выбрать в сторону какой метрики у нас будет перекос. То есть где-то нам важна полнота, то есть у нас охват именно, то есть нам нужно больше подстрелить самолетов, да, а где-то нам важно именно попасть во вражеские. И на эти метрики смотрят дата-сайентисты. И… И вообще хороший вопрос, как сделать, как объединить эти две метрики в одну, как нам объединить и точность, и полноту. И для этого существует метрика F-мера, она же F1-скор. Она вообще представляет из себя среднегармоническое между Precision и Recall и она распределена от нуля до единички и достигает своего максимума при единичке. Ну, то есть когда у нас все хорошо с качественной полнотой, она у нас равна единичке. И если один из показателей у нас близок к нулю, то и она сама близится к нулю. То есть именно эта метрика объединяет в себе Precision и Recall. Дальше, что мы именно сегодня, сейчас мы с вами посмотрим, импортируем у нас из Scalion Metrics. Как раз Accuracy, F1-скор, Precision-Recall. Тут я еще что-то импортировала, но сегодня мы это не разберем. И в общем считаем, как. Мы просто в метод передаем y-test и predict и считаем. И у нас получается показатель Precision 0.79, Recall 0.71, Accuracy это 81 и Fмера 75. На самом деле показатель не такой плохой. Ну, то есть с учетом того, что у нас это было сделано за сколько строчек кода. Ну, наверное, тут штук шесть, у нас четыре только без импорта библиотек. Я думаю, что тут где-то, ну, может, 10 строчек кода точно наберется. В общем, приблизительно все, наверное, про задачу классификации, про то, что мы сегодня разобрали на примере. Я, что дальше вам нужно разбираться именно с тем, какие модели выбирать, что вообще из себя представляют модели. Сегодня мы выбрали логистическую регрессию, и дальше нужно уже узнавать, что такое логистическая регрессия, какие еще модели бывают, как их выбирать, и уже пробовать что-то еще. У меня, наверное, все, в принципе, если какие-то вопросы у кого-то. Да, если есть вопросы, ребят, можете включать микрофон и спрашивать так. Алло. Да. Вижу, Precision в долях от единицы. Максимальный Precision единица, да? Да, да, да. Ну, это проценты, грубо говоря, доли, проценты. Спасибо. А еще вопросец. Юпитер – это ваш идеишка? Integrated Development Environment? Да, и нет, и да, ну, то есть, просто, ну, это да, именно на этом занятии, но, в принципе, можно разрабатывать и, например, ну, в других средах, например, не знаю, в Пайчарме там в каком-нибудь, я просто использую анаконду и Юпитер ноутбук, вот, коллаб, там еще что-то такое. Ссылка на ваши материалы будет? Откуда их копипастить? Можно и у себя попробовать? Я думаю, что и да, можно будет приложить потом, просто я скину все материалы обязательно. Куда? Я так понимаю, что этот вебинар будет выложен, тут организаторы должны уже помочь. Я просто скину, может быть, на это. Мы обязательно, мы на Ютуб выложим этот вебинар, а вообще, если вот какие-то материалы еще дополнительные есть, то можно присылать их мне, я уже скину в Slack тогда, либо для тех, кто интересуется, может мне на почту написать, я не знаю, откуда вы просто узнали про вебинар, либо в рассылке, либо через Slack, вот вы мне можете туда написать, я вам потом пришлю. Я узнал из Slack, поскольку я студент ваш, беру нынче Python, и хотелось бы поиграться с этой штукой, чтобы не перебивать с экрана, чтобы она текстовая была, чтобы копипастить можно было. Да, хорошо, хорошо, я тогда от Вероники буду ждать, и потом вам пришлю также. Спасибо. Да, если есть еще вопросы, если не хочется микрофон включать, можно написать в чат, и вообще, насколько я понимаю, у нас сейчас будет следующий вебинар, это продолжение этой темы, правильно? Да. По идее, да. Так, насколько я понимаю, тогда вопросов нет. Да, Вероника, тогда спасибо большое, будем ждать Никиту, чтобы он подключился, или он уже тут? Да, все, тогда будем ждать его, все, спасибо большое, Вероника. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо.